Вот я хочу еще вам представить еще один флокс из коллекции Карла Форстера. Флокс необыкновенный по своей красоте и нежности. Роза пастель. Карл Форстер создал этот флокс в 1947 году. Высота 80 сантиметров. Диаметр венчика 3,7 сантиметров. Вообще необыкновенно нежно-розовый. Такой бледно-розовый. С яблочно-розовый. Даже теплого тона. Внутри небольшое малиновое колечко. Вообще розоватость по флоксу идет штрихами. Он такой штрихованный. Этот флокс. У него четкий аромат розы. У этого флокса. Огромные соцветия. Такие вот ветвистые. Видно с тыльной стороны. Огромные ветвистые соцветия. Акрублоконические. Акрублоконические. Трубочки розовые. Сам по себе необыкновенный флокс. Он у меня из коллекции Вира. От Натальи Алексеевны Петренко. Спасибо ей большое. Когда переносили на новое место коллекцию старую. Она поделилась с нами сортами. Роза пастель попала в том числе ко мне. И просто не перестаю восхищаться этим флоксом. Флокс довольно-таки уже с историей. Но просто действительно не перестаешь им восхищаться. Он, кстати, не часто встречается в коллекциях. Он недооцененный флокс. Просто люди даже о нем мало знают. Что есть такой изумительный, замечательный флокс. Роза пастель. Карла Форстера. Вот такая красавица. Необыкновенная. Нежно-яблочно-розовая. Статная. Она очень хорошо выглядит. Всегда аккуратная стоит. Сам очищается хорошо. Вот. И... Ну, все при ней. Абсолютно все при ней. Такой венчик колесовидный. Лепестки сомкнуты. Они не разъединены. А таким вот ровненьким, очень аккуратным, красивым смотрятся колесиком. Аккуратный флокс во всем. Роза пастель. Карла Фостера. Вот такая шикарная стала роза пастель. И она становится все шикарнее и шикарнее с каждым буквально днем. Огромные соцветия. Гномная веточка у нее такая вообще. Причем они все у нее такие. Очень красивый. Просто завораживающая красота у этого флокса. роза пастель. Вот так вот.